Я со своей двухмитровой рост нахожу как бестолковый человек, предлагаю участки в реестре потенциально. Вот завтра у меня в Москве переговоры, мы едем с Косенко, и я буду встречаться. Опять будут предлагать какие-то участки. Предложим, москвичи приедут, и что, они опять будут за эти участки? Мало того, сейчас по бассейнам выясняется, что в обремененные арестованные участки, они в администрации, которые выводятся, выводятся и опять реализуются. Мне непонятно, для чего тогда вы даете список. Если вы живете своей жизнью, то живите, ради бога, своей жизнью. В общем, это ваша норма, мне достались по-настоящему. Если он инвестор, он пришел, участок выбрал, пришли, участок занят. Тогда не давайте, зачем мне, я с кем буду договориться? С кем вы договорились? Так не участвуют, не знайте. Сергей Федорович, можно положить? Олег, подождите, сейчас подождите. Вот мы на этом зацикливаться не должны. Если вдруг у нас вот такое случилось, вот сейчас объясняю, в чем тут причина. Мы сейчас говорим, как продвигать решение этого дома. Что есть проблемы, они не стоят в участке вслед за этим домом. Мы должны это понимать. И готовых участков, которые устроили того или иного инвестора, тоже нет. В реальности нет. Ими надо заниматься. Их надо или моделировать, или освобождать, и все остальное. Поэтому они должны переводить в знак пояснения отношений нереализацию этого проекта. Это имеет место быть. Здесь никто, в том числе руководство города, в этой части не поддерживает. Поэтому поясните, как это все происходит. В России, уважаемый Сергей Петрович, ситуация, которая возникла на прошлом совещании, она возникла по одной простой причине. Что земельный участок, который свободный был предложен, подрядчик попросил смежные с этим участком, но не муниципальные. Мы предоставили смежные участки. Но какая-то произошла в коммуникациях ошибка, и вам донесли вот этот список земельных участков. Когда начали выяснять, и подрядчик об этом, который запрашивал, знал, что в смежном участке уже в аренде стоят дома старые. Поэтому, когда на прошлом совещании возникла ситуация, вы восприняли, что вам дали, предложили земельные участки, а тут выясняется, их кто-то уже занял. Их никто-то занял, они стоят там уже сто лет.